всем привет мои хорошие с вами кеймери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео сегодня у нас с вами вкуснейшее пиво безалкогольное оно чем-то напоминает квас просто бомба у нас хачапури аджарский который приготовила моя мамочка рецепт будет внизу переходите вы тоже можете себе приготовить потому что рецепт просто обалденный готовится нетрудно смотрите какое мягкое тесто обалдеть просто и давайте приступим сегодня я бы хотел поговорить на тему хейта вообще о хейтерах по большей части как вкусно ой что делать все течет по большей части в общем сегодня мы с вами будем говорить про хейтеров как я к ним отношусь что я делаю с негативными комментариями однажды моя знакомая рассказала что наша дальняя родственница сама говорила что не то что прям родственница очень дальняя что она мне пишет плохие комментарии просто из-за зависти я считаю что люди которые обливают грязью кого-то в комментариях стоит задуматься если например это ваш знакомый какой внутри гнилой человек я не могу сказать что у меня прям так много хейтеров я как бы страдаю от этого нет слава богу все в пределах разумного наверное это связано с тем что я не делаю ничего провокационного я не снимаю видео где например оскорбляю кого-то я видел девочку она снимает видео только провокационного характера сначала обсирал там greenway до этого н.л. то есть все ее видео заключается в том что она как бы выводит на чистую воду либо организации либо каких-то блогеров которые обманывают говорить что она просто пиарится или она действительно помогает нам я не могу я не знаю честно вот есть я не обладаю этой информации я не могу вам сказать что она права или правы блогеры которых она обсирает но мне кажется хейт как раз таки появляется когда ты на кого-то нападаешь или что-то делаешь пропаганду какую-то например а так просто сидишь кушаешь никого не трогаешь ну зачем тебя будет иск оскорблять почему какой пиво вкусно такой звук прям последнее время я в тик токе просто начала блокировать людей которые пишут гадости я просто делаю вывод видите за короткое время на меня подписались почти 20 тысяч человек за очень короткое время даже больше каких 20 идет речь неделю назад у меня было 32 тысячи а сейчас у меня 62 тысячи то есть даже 30 тысяч был день когда на меня подписались 5000 человек то есть все растет люди подписываются и тут же появляются люди которые начинают обвинять писать вот у тебя поперла ты в рекомендациях поэтому снимаешь по пять роликов я просто такой человек я люблю свое дело если например в ю тубе меня можно обвинить в том что я это делаю за денег в тик токе за это мне никто не платит ну просто азарт мне нравится и конечно же находятся люди которые пытаются как-то оскорбить унизить некоторые пишут вот ты кавказская девочка ты должна сидеть молча я никому ничего не должна начнем с этого вам тем более некоторые там пишут ты стала похожей на русских ты не похожа на кавказскую девушку ты похожа на русских а что быть похожим на русских это что-то плохое я не знаю они что-то совершили такое среди русских есть кто принимает ислам например мне кажется раздражают люди которые просто хотят кого-то уколоть сказать какую-то гадость у меня была подписчица заира или за рина и кухня у нее даже свой канал был в общем это человек она религиозная делает намаз но настолько культурный человек никогда не скажет тебе а почему ты так а почему ты сяк мои глубокие уважение к людям которые делают намаз которые придерживаются всех правил но ребят в религии нету принуждения то есть если ты делаешь ты не должен стараться сделать так чтобы все стали религиозными то же самое касается лгбт например я отлично к ним отношусь я не понимаю людей которые например их осуждают но в то же время я не понимаю людей которые знаете ненавидят людей которых которые не любят лгбт у каждого человека есть свой выбор если человек нетрадиционной ориентации это не значит что он плохой человек долгое время мне в тиктоке были закрыты комментарии потому что люди мне писали неприятные вещи сейчас я открыла уже такого нету то ли люди просто привыкли что я снимаю тикток то ли просто аудитория набралась уже другая который нравится то что я делаю я просто хочу преуспевать везде то что я сижу и ем на камеру это здорово я обожаю это но я хочу развиваться в тиктоке в других соцсетях почему нет если есть такие возможности как же вкусно ребят горячий хлеб этот вокруг он невероятно вкусно брутильник что-то написал если войс давайте послушаем вместе нет брат отправил мне видео постоянно брат отправляет мне видео из тиктока там что-то связанное с собачками с кошечками он мне говорит заведи собаку купи себе какого нибудь стафа ну блин за стафом я бы не смогла ухаживать вообще его выгуливать бы не смогла потому что это очень мощная собака даже называют по моему стафов убийцами да у меня у брата была собака стаф и просто когда я выходила гулять одна собакой этот придурок просто видел какую-то девочку собаку и все как идиот бежит за ней а я остановить эту собаку не могу потому что она огромная я говорила Ронни остановись Ронни хватит стоп кому ты говоришь он увидел девочку и все хочет познакомиться с ней уже плевать на тебя я хотела взять малюсенькую собачку ну та собачка которая мне нравится она стоит сто тысяч сто тысяч ребята за собаку на мой взгляд это дорого вообще у нас в Азербайджане животное стоит очень дорого потому что людей кто разводят очень мало в России дешевле вот что осталось всего то навсего у меня парень вообще не пьет вообще и не курит он такой прикалывается как вот мужик не курит не пьет а жена зато алкаш это безалкогольная ребят было очень вкусно такой виноград мама купила за 60 копеек на рынке представляете это килограмм такого винограда за 25-26 рублей бюджетненько как по мне иногда я думаю я возвращалась со школы и покупала жвачку за 8 рублей за 8 рублей проезд стоил 10 рублей потом подняли до 11 12 12 14 и все поехало возможно тогда прожиточный минимум тоже был ниже но все но все же по столу как Назарбаев в Астану кто слышал пишите в комментариях мне кажется очень крутой хит в общем на этом все ребята было очень вкусно спасибо что досмотрели это видео до конца обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всех люблю целую пока 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 пока